Российским силам удалось продвинуться на Бахмутском направлении. В Генштабе ВСУ говорят о частичном успехе россиян в районе Углегорской электростанции. Представители самопровозглашенной ДНР сообщают о полной блокировке украинских войск в населенном пункте Новолуганское. Национальная полиция Украины опубликовала кадры воскресных обстрелов школ в Бахмуте и Константиновке. В администрации Донецкой области заявили, что в понедельник ударом подверглись 16 населенных пунктов региона. Аналитики Американского института изучения войны утверждают об отсутствии условий для развития российского наступления на Бахмут с юго-востока, добавляя, что продвижение россиян, вероятно, произошло в результате контролируемого отвода украинских войск. В понедельник вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О ночных обстрелах и взрывах сообщают власти Одессы, Николаева и Харькова. В украинском оперативном командовании ЮГ говорят о взятии под контроль нескольких объектов транспортной инфраструктуры в Херсонской области. Пророссийская администрация Херсона назвала попытку контрнаступления в СССР безуспешной. Европейский союз утвердил соглашение о добровольном снижении странными членами потребления природного газа на 15%, чтобы накопить его для отопительного сезона на случай прекращения поставок из России. Экстренные переговоры министров энергетики в Брюсселе были трудными из-за того, что члены ЕС в разной мере зависят от российского газа. Компромисс стал возможен после того, как для некоторых стран членов были сделаны исключения и послабления. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон выразила надежду, что удастся изыскать и закачать в хранилище недостающее 45 миллиардов кубометров газа. Наши первоначальные расчеты показывают, что даже если бы все исключения были использованы в полном объеме, мы бы достигли нужного сокращения спроса и спокойно пережили среднюю по температурам зиму. По меньшей мере 12 государств отвергли предложение снижать потребление газа по всему Евросоюзу в одинаковом объеме и выразили намерение принять меры, соответствующие своей ситуации. С этим согласилась Чешская республика, организовавшая эту встречу как нынешний председатель ЕС. Председательство работало, выслушивало все правительства, учитывало национальные реалии, сказал испанский министр Тереза Рибера. Чешские коллеги понимают, что вклады стран в общее дело могут быть разными, а значит и самоограничения могут быть разными. И справедливо требовать от островного государства с терминалами СПГ экономить 15%, если оно не может перекачивать ресурсы в центральную Европу. Соглашение предусматривает использование механизма солидарности для поддержки стран, наиболее уязвимых в энергетическом отношении, в том числе Германии. Как раз накануне встречи «Газпром» объявил, что с 27 июля сократит объем прокачки в эту страну через газопровод «Северный поток-1» до 20% от плановой мощности. Сотрудник Брюссельского института Брейгель отметил, что решение о потреблении газа было впервые принято на уровне Евросоюза. «Самое главное, что мы уважаем рынки и позволяем газу течь через 27 стран ЕС и его соседей», сказал Бен МакВильямс. «Мы используем вместе ресурсы, которые у нас есть, как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Это эффективный способ противостоять превращению Путиным газа в оружие и пережить эту зиму». 27 министров энергетики также договорились о порядке объявлений общесоюзной тревоги. Если Россия перекроет краны и возникнет широкомасштабный дефицит газа, тогда 15-процентное сокращение его потребления станет для всех членов ЕС обязательным. Такая мера требует одобрения всех. Папа Римский Франциск принес извинения за роль католической церкви в жестоком обращении с детьми семей коренных народов, которые посещали специальные канадские школы-интернаты. Он также попросил прощения за то, как многие члены церкви и религиозных общин принимали участие в проектах культурного разрушения и принудительной ассимиляции. В рамках своего пятидневного визита в Канаду понтифик возглавил молитвы в церкви Святого Сердца Первых Народов в Эдмонтоне. Первым национальном приходе для коренных жителей страны. Ничто не может стереть оскорбление достоинства, причиненное зло и обманутое доверие. И мы никогда не должны стирать позор, который ложится на нас, христиан. Однако необходимо начинать все сначала. В период с 1881 по 1996 год более 150 тысяч детей из числа коренных народов были разлучены со своими семьями и отправлены в школы-интернаты, которыми в основном управляли католики. Многие дети подвергались сексуальному насилию, избиениям и другим наказаниям за то, что говорили на родном языке и практиковали свои традиционные церемонии. Прежде чем отправиться в бывшую крупнейшую в Канаде школу-интернат Эрминскин под Эдмонтоном, папа Римский посетил кладбище, где похоронены многие ее учащиеся. Всего в системе канадских школ-интернатов умерло более 4 тысяч детей. В Грузии лишь две трети населения имеют доступ к чистой питьевой воде. Это самый низкий показатель в регионе. Таковы данные ВОЗ и ЮНИСЕФ. Несмотря на то, что теоретически страна чрезвычайно богата водными ресурсами, 25 тысяч рек. Существуют серьезные проблемы с устаревшей инфраструктурой. Так что у многих граждан попросту нет водопровода. В некоторых городах и поселках вовсе нет системы водоснабжения. Нет компаний, которые занимались бы этими проблемами. Поэтому муниципалитеты пытаются найти ресурсы самостоятельно. Это вопрос инвестиций. Он требует большого количества финансов. С другой стороны, объемы вложений повлияют на тарифы. И это может стать бременем для населения. Доступ к воде затруднен по другим причинам, таким как изменение климата. Среди целей устойчивого развития ООН доступна чистая питьевая вода для всех к 30-му году. До этой даты осталось всего 8 лет. Сейчас более 2 миллиардов человек, четверть населения планеты, не имеют доступа к чистой питьевой воде. Американские пожарные добились прогресса в борьбе с крупнейшим лесным пожаром в предгорьях калифорнийской Сьерра-Невады, который начался в округе Марипоса 22 июля. По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, он уничтожил более 6 тысяч гектаров леса рядом с национальным парком Йосемити. У нас низкая влажность, поэтому в воздухе не так много влаги, высокая температура. Кроме того, все усугубляется годами засухи, так что осадков в целом меньше. У нас также высокий уровень гибели деревьев в округе Марипоса. Это в сочетании с рельефом местности, который во многих местах крутой, приводит к экстремальному поведению пламени. В минувшее воскресенье губернатор Калифорнии объявил в регионе чрезвычайное положение. По последним данным сгорели 55 зданий. Тысячи жителей, находящихся в районе возгораний, вынуждены были покинуть свои дома. Дым от пожара распространялся более чем на 320 километров. Причина возгорания выясняется. В австрийских Альпах с молотка ушли два отеля, связанные с российскими олигархами. Отель «Максимилиан» достанется консорциуму долины Эдстель за 6 миллионов евро. Тирольхов выкупила ассоциация отельеров горнолыжного курорта «Зерфаус». Почти за 4 миллиона евро. Еще в 2019 году в своем расследовании политик Алексей Навальный обвинил главу фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Андрея Метельского в введении тайного бизнеса в Австрии и приобретении на сомнительные средства четырех гостиниц, оформленных на его мать Эльдебиту Метельскую, сына и давнего друга Петра Ивановского, единоросса и бывшего московского депутата. По оценкам Навального, Метельский вывел из страны более 50 миллионов евро. С 2020 года судебные власти грозили выставить недвижимость на торги из-за прекращения выплат по кредиту. Обанкротившиеся собственники гостиниц задолжали местному банку более 3 миллионов евро. После начала войны в Украине политики из партии «Новая Австрия» и «Либеральный форум» предложили разместить в пустующих отелях украинских переселенцев. По информации австрийских СМИ, гостиницы, купленные российскими бизнесменами в престижных курортах Тироля, получили из бюджета более 6 миллионов евро помощи во время пандемии. Среди получателей субсидий Метельский, Олег Дерипаско и другие олигархи близкие к Кремлю. Арктика может оказаться гораздо менее устойчивой к загрязнению из Западной Европы, чем это считалось ранее. Научные экспедиции из Нидерландов ищут на Шпицбергене следы оксида азота и ртути. Арктический регион, благодаря особым климатическим условиям, остается весьма чистым в экологическом смысле. Но европейские выбросы все же попадают сюда с периодически меняющимися воздушными течениями. Я был тут в экспедиции 15-го года. Это было в августе. И здесь было больше снега, чем сейчас. А в море хотя бы был лед. Теперь его совсем нет. Экспедиция состоит из 50 ученых, специалистов в самых разных областях. Есть археологи, глициологи и микробиологи. Все они отмечают климатические изменения, произошедшие за последние десяток лет. Вот вы стоите здесь в футболке, а я работаю в воде голыми руками и ничего. Это просто нереально. Я рассчитывала на 2 градуса, и это меня очень беспокоит. Остров Эдж на юге Шпицбергена считается одним из самых быстро теплеющих мест на Земле. За 60 лет температура здесь выросла на 6 градусов. Редактор субтитров А.Семкин